Бесплатная помощь детям с особыми потребностями. В Одессе открылся первый городской инклюзивно-ресурсный центр. Он рассчитан на 12 тысяч детей в возрасте от 2 до 18 лет. Основное направление деятельности центра – разработка рекомендаций для организации инклюзивного обучения с последующими психолого-педагогическими сопровождением и физреабилитацией. Также с детьми будут работать логопеды, дефектологи, психологи и другие специалисты. Здесь использованы энергосберегающие технологии, в частности установлены солнечные батареи. Оборудование украинское, оно сертифицировано и является гипоаллергенным. Это были руины, это было совершенно другое предназначение этой территории. И когда за год мы смогли создать жемчужину, а это наша жемчужина, и это место, где будут дети с родителями с особенными потребностями находиться столько, сколько им будет комфортно и удобно. Здесь все сделано правильно, здесь все сделано так, как должно быть. Я считаю, что сегодня гораздо больше, чем открытие центра. Сегодня дан старт совершенно новому отношению к детям с особыми образовательными потребностями, детям с инвалидностью. На базе центра планируют запустить первый социальный проект. Детям с особыми потребностями здесь будут помогать волонтеры, студенты Одесской юрокадемии, а также Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Президент вузов, народный депутат Сергей Кивалов поздравил маленьких одесситов, он передал в инклюзивный центр подарки. Кроме того, уже более 10 лет в инициативе парламентария действует программа по социальной адаптации детей, лишенных родительских прав и с особыми потребностями здоровья, а также проекты для детей-сирот. Мы участвуем в этой программе. Мы договорились с директором центра, что будем посылать на практику студентов факультета психологии. Социальные проекты должны развиваться. Нет города без социальных проектов. А особенно нужно уделять внимание нашим детям и пожилым людям. Полноценно центр начнет работу с понедельника. Всего в Одессе планируется создание 8 инклюзивно-ресурсных центров. По два в каждом районе города.